Добрый день! Я постараюсь покороче и побыстрее. Понимаю, что после такого интересного объекта, как вулканы, мне будет сложно конкурировать. И к вопросу о геологическом взгляде на природный Вулканизм я тоже немножечко останавливаюсь. Хотя, казалось бы, космос. Высоты свыше 200 километров. Что оттуда можно вообще разглядеть? Тем более геология. Это глубокие горизонты километров вниз. Там вот Павлович говорил, да, очаги магматические, если первичный брать, это вообще сотни километров. А нет. Оказывается, что из космоса мы это можем увидеть. Более того, если говорить о космических исследованиях, то начать нужно немножко с истории, а именно с дистанционных вообще исследований Земли. И, ну понятно, да, Монгольфье в 1783 году впервые, можно сказать, поднялись так вот осознанно над Землей на своем шаре. И уже с тех пор все дистанционные методы – это всегда технология двойного назначения. В первую очередь, ими интересуются военные, а потом уже что-то перепадает уже на ученых. Так вот, первые, значит, аэрофотоснимки сделал, значит, Каспар Феррис Турнашон в Париже, но, к сожалению, их найти не удалось. Но вот самый древний известный аэрофотоснимок на настоящий момент, сохранившийся, это 1860 год, город Постум, с высоты, там, порядка 600 метров. Тоже сделано с воздушного шара. Здесь гораздо лучше виден сам город, видна перспектива. Можно различить какие-то соотношения объектов друг с другом, которые неразличимы с Земли, то есть непосредственно с дистанцией наблюдения. В России первые снимки были сделаны Гатчинским авиаотрядом, собственно, Санкт-Петербург, Кронштадт. Ну, если говорить вообще о докосмическом этапе, то в разное время разные носители аппаратуры были, начиная от воздушных шаров, собственно, я уже показывал этот аэрофотоснимок, и заканчивая уже там самолетами, наиболее часто встречающиеся вертолеты. Но, кроме того, даже такие экзотические носители аппаратуры, как, например, баллистические ракеты Фау-2, или специально созданные геофизические ракеты, применявшиеся для низких орбит, для ближнего космоса. Вот. Ну, чтобы не быстренько показать, это зарисовка шаримани панорамы Санкт-Петербурга, опять-таки, 1860-й год. Но, опять, чтобы ее зарисовать, ему сначала нужно было туда подняться. Это тоже один из способов дистанционного взгляда, да, дистанционных методов. А вот это уже вполне конкретная военная аэрофотосъемка Ленинград, 1942-й год, там даже где-то написано в немецком языке сохранились, вот, ну вот, стрелка Васильевского острова, пожалуйста, с вполне читаемой, ну, или вот там, Петропавловская крепость, да, вполне читаемое строение, понятно, для чего это делалось. Одна из самых старых аэрофотосъемок, которые я нашел, это вот славный город Псков, длится аэроплана, 1915-й год, Псковский Кремль. Ну, вот сейчас мы, да, это аэрофотосъемка 2015-го года, вот сейчас мы видим это примерно вот так, с помощью Google Ads. Маленький нюанс, высота съемки и детальность. Понятно, что фотопленка до сих пор зачастую передает гораздо лучшую детальность, с другой стороны, уже сейчас на все крупные населенные пункты мы можем довольно хорошо и подробно как-то космическую составить. Вот то, о чем я говорил, первый действительно космический снимок Земли. Сделан с той самой суборбитальной ракеты Фау-2, собственно, которую запустили американцы, значит, когда Бернер фон Браун на них добрался. На нем еще практически ничего не видно, но этот снимок доказал то, что, в принципе, возможно фотографировать Землю из космоса. И понятно, что на нем практически ничего не видно, кроме, может быть, пары циклонов здесь и здесь, но это показатель развития технологий. И вот мы постепенно переходим к космическому этапу, который, оказывается, наиболее интересным. Юрий Алексеевич Гагарин помнит все, он первый человек, который слетал и вернулся. Но для нас не менее важным является то, что сделал Герман Степанович Титов. Он привез первые космические снимки, сделанные специально с научными целями. И поэтому, если уж мы говорим о космосъемке, то пионерам космические съемки стоит считать именно Герман Степанович Титов. Собственно, с тех пор на орбите запускают множество различных аппаратов, начиная от искусственных спутников Земли и заканчивая там долговременно орбитальными станциями. Ну, собственно, вот один из спутников, это, если я правильно помню, да, это МКС. Каждый из которых служит своей цели. Ну, спутники, опять-таки, начиная от первого спутника, который просто пролетел и сказал, что там может существовать и работать радиоаппаратура, можно передавать сигналы. Уже после этого вскоре были запущены метеорологические спутники. И, собственно, с тех пор значительная часть прогнозов погоды делается именно спутниковыми технологиями. Кроме того, сейчас спутники позволяют вести телерадиопередачи, доступ в интернет, изучать атмосферу, выявлять закономерности разработки минеральных ресурсов. Об этом я как раз чуть подробнее, чуть позже скажу. Далее, если говорить об истории, то вот это первый снимок Земли с Луны, точнее, с окололунной орбиты. Его сделал американский орбитальный аппарат при облете Луны на очередном витке. Кроме того, сами карты Луны, в том числе и обратной стороны Луны, получены именно с помощью облетов дистанционными методами. И сейчас мы очень подробно можем изучать вообще всю эту планету, весь этот наш спутник, в том числе и дистанционные материалы, и с помощью тех аппаратов, которые туда садились. Вот я слышал, что, не буду, боюсь ошибиться, но около полутонны грунта в итоге с Луны доставили на Землю. Но это было уже потом. Ну и вплоть до долговременных орбитальных станций, станция МИР, собственно, которая показана на этом рисунтире, международная космическая станция, которая была там, но и рисунтире раньше. Это станции, на которых происходят долговременные наручные программы, в том числе, ну, правда, космическую съемку они уже передали на спутнике, но там происходят другие, ставятся другие эксперименты. Важный вопрос, пространственное разрешение снимков. Насколько подробно, насколько детально мы из космоса можем что-нибудь видеть? Ну, вот, в частности, можем ли мы рассмотреть отдельного человека? Или, там, поражение лица? Вот, сейчас во многих фильмах показывают. Дайте изображение со спутника. И такая вот картинка так-то. Несколько шагов три раза увеличивается, и мы, там, номер машины читаем. Правда это или нет? Давайте попробуем разобаваться. Собственно, здесь эволюция космических снимков примерно до середины 80-х, может быть, начала 90-х годов. Первые космические снимки, здесь разрешение 300 метров на пиксель. То есть, один пиксель, одна точка изображения, примерно 300 метров в поперечнике. Понятно, что какие-то детальные объекты, даже не всякий городской квартал влезет. Тем не менее, общие закономерности уже с этой детальностью можно было разглядеть. Но это первое, что ли, поколение космической съемки. Довольно быстро перешли на другой масштаб. Там 80 метров в пикселе, здесь уже стали доступны какие-то региональные размаха работы. Общие закономерности даже строения земной коры во многом были сделаны по этим разрешениям. И примерно, начиная с миссии Landsat, то есть с 70-х годов, конца, конец 70-х годов, пространственное разрешение 30 или 15 метров на пиксель. Ну вот здесь уже вполне узнаются, скажем, излучины реки Москва, университет, другая излучина реки Москва, Кремль, вполне читается. И эта детальность уже вполне удовлетворяющая научной задачей. Далее, уже, наверное, начало 90-х годов, разрешение 2 метра на пиксель. И вот, как видите, там вот, по крайней мере, площадка перед Московским университетом, здесь вот видна со всеми фонтанами и памятниками Лубоносова. Ну и вот, собственно, Московский Кремль тоже виден с достаточно хорошей детальности. Понятно, что технологии с тех пор не стоят на месте. И на настоящий момент... Секундочку назад. Вот, пожалуйста, Исаакиевский собор Санкт-Петербурга, снимок спутника Кремль-Перут, 2012 год, пространственное разрешение 40 сантиметров на пиксель. Это те снимки, которые сейчас постепенно в крупных городах используют то же самое Google Earth, Яндекс, карты и прочие наши навигационные сервисы. Так вот, здесь мало того, что видны хорошо отдельные автомобили, да, вот здесь, около памяти к Петру Первому, можно... что-то садится батарейка, можно увидеть отдельные точки. Вот эти вот точки, эти пиксели, это отдельные люты. Более того, у военных технологии покруче будут. Известен такой анекдотический случай, когда Буш и Ельцин в свое время обменялись, так сказать, космическими снимками, своими разведданными, ну так, пошутить. Как известно, Борис Николаевич очень любил играть в теннис большой. И вот ему положили, значит, когда он приехал в Штаты, ему положили космоснимок, где, значит, Борис Николаевич, значит, подает подачу. И вот виден мячик, значит, для тенниса большого. В то время, как господин Буш, по-моему, тогда очень любил играть в гольф. И вот во время ответа моего визита ему положили на стол, значит, космический снимок, где вот видно, как он подает в гольф, да, виден мячик для гольфа, согласно. Другое дело, что нам, геологам, такая детальность, в общем-то, уже не нужна. У нас объекты крупнее, как правило. Но, что самое интересное, если вернуться чуть назад, опять-таки, пространственное разрешение 15 метров на пиксель на настоящий момент в открытом доступе существует на всю территорию земного шара. Полностью покрыто съемкой. Больше того, как эта съемка обновляется, миссия Ленсен летает до сих пор. Снимки с детальностью 2 метра или 40 сантиметров на пиксель доступны, ну, либо по запросу для научных организаций, либо за день, на настоящий момент. В то время, как съемка Ленсен лежит в свободном доступе. Более того, для каких-то отдельных областей, даже уже 40 сантиметров на пиксель, тот же там Яндекс и Гугл выкладывают в свободный доступ. Но об этом мы тоже поговорим, как раз, когда перейдем к витам космических наблюдений и съемок. Для этого сначала, да, здесь они вкратце перечислены. Я не буду про них, про всех рассказывать. Я так на наиболее интересных, пожалуй, остановлюсь. Но для этого сначала вспомним, что такой вообще свет, какие диапазоны частот мы можем наблюдать. Если брать полностью диапазон колебаний волновых, то мы увидим вот радиоволн, которые могут быть метровые, летные волны, и вплоть до гавных излучений, космических лучей, то мы увидим, что то, что мы видим, это очень узкий диапазон на самом деле, видимый нами. Есть гораздо более интересные диапазоны до и после видимого, видимой части спектра. Больше того, современные съемки позволяют не только видимый диапазон передавать, но и вот те самые невидимые, что инфракрасные, что ультрафиолетовые, вплоть до гамма излучений. И при этом очень важным является то, что при такой так называемой спектрозональной или мультиканальной съемке мы можем сочетать разные каналы. В частности, там будет пример, если мы возьмем и вместо привычного нам красного цвета наложим инфракрасное изображение, то, скажем, на мексиканских космических снимках проступают контуры магматических очагов тот вулкан, которые последние несколько сотен лет не извергались, однако при соответствующем наложении каналов друг на другом на синтезированном изображении проступают контуры магматических очагов. То есть вопрос в том, какие каналы мы подберем, какие длинные полы нам нужно для этого использовать. В частности, вот пример. Спектрозональная съемка Эльбруса и вот тот же самый объект с Blue Maps. Ну, здесь понятно, что цвета во многом синтезированы, но они передают то самое видение. Так вот у нас спектрозональная съемка за счет сочетания разных каналов. Хорошо видна, во-первых, степень геологической обнаженности, во-вторых, здесь по насыщенности фототопа, не знаю, передает ли нормальную картинку цвета, можно судить о разной толщине рыхлых отложений. То есть зеленый цвет показывает наибольшую толщину, а вот такой рыженький наименьшее ли отсутствие рыхлых отложений. Белый, понятно, это ледовые шапки, ну или снежные шапки. Больше того, в зависимости от того, какие каналы подобрать, в частности, зачастую с использованием радарных, ну, радарные я еще к ним вернусь. Так вот, это один из городков в Европе. Городок окружен полями. Время, по-моему, август-месяц. И за счет сочетания разных каналов, сами видите, все эти поля, все эти поля, покрашены разный цвет. Так вот, зная параметры и сочетая разные каналы, можно не только сказать, на каком поле что растет, но и вплоть до того, что созрело или нет. И такие технологии сейчас развиваются. Но если мы говорим о радарной съемке вообще, и спутниках радар-сад, они мало того, что позволяют гораздо точнее передавать, скажем, высотные сочетания, кроме того, они позволяют очень хорошо дешеврировать разные объекты. Вот миссия Landsat. Здесь как раз 8 каналов съемки от рентгеновского до инфракрасного излучения, я уже на них ссоциировался. Разрешение от 15 до 30 метров на пиксель. Вот это один из островов в Канадском архипеллане, если я про это понимаю. Так вот, для того, чтобы составить геологическую карту вот этих островов, ну как, партии человека из 10 нужно проработать там месяца 3. Так, если по-хорошему. С помощью космических снимков и сочетания этих разных каналов достаточно сделать несколько пересечений и человека 4 справиться с этим, с остальным замедлением. Далеко не всякая аэрофоносъемка такую штуку вообще позволяет. Вернемся к радиолокационной съемке, ну или радарной съемке. Вот здесь показана ледовая обстановка в Азовском море. В 2012 год случилось страшное замерз Керченский прорезо. И вот желтые пятна, это положение судов, которые пытались через него пройти. Собственно, Керченский полуостров, Таманский полуостров, вот здесь вот как раз горловина этого прореза. Больше того, радиолокационные и радарные съемки не помеха облака, не помеха, снежный покров, они построены на других длинах волн. Для них совершенно проницаемо все это. Плюс к тому, радарная или радиолокационная съемка очень четко отсекают объекты с большим содержанием железа. В частности, вот еще один пример радиолокационной съемки. Снимок обычных цветов и вот снимок радиолокационный. Вот здесь видно заброшенный городок воинской части бывшей. Вот он. А вот это не что иное, как коммуникации, которые к нему когда-то были подведены. Трубы лежат на глубине в 5 метров ниже уровня земли, поверх растет лес. На радарном снимке они все равно прекрасно видны. Ну и, пожалуй, передовой метод, который используется сейчас, это так называемая интерферометрическая съемка. Основана на комбинировании одинаковых снимков, сделанных с разницей в несколько, иногда дней, иногда лет. И, по сути, по пиксельным сравнении этих самых снимков в определенных диапазонных частотах. Так вот, интерферометрическая съемка позволяет оценить колебания земной поверхности с амплитудой, вот там сверху подписанной, это амплитудой в миллиметрах. Три сантиметра колебаний земной поверхности, даже меньше, даже детальнее. Высоты примерно в 600 километров отследить. Технически очень сложное и, пожалуй, настоящее передовое направление в науке. Больше того, я не стал сюда вставлять, скажем, при последнем землетрясении в Турции, которое было, измирское землетрясение, очень четко оконтуривается не только зона очага землетрясения, но и степень разрушительного воздействия на объекты. Больше того, даже на те участки, где никто не живет, то есть никакой инфраструктуры не разрушена, позволяет отследить изменения в рельефе. Причем изменения, как я уже говорил, трехсантиметрового, буквально, смещения. Ну и, собственно, последний, такой, крупный раздел. Собственно, для чего нам эти космические симки? Частично я эту завесу тайно уже приоткрыл, но давайте посмотрим. Причем не только к геологу. Здесь вообще речь идет, скорее, о изучении Земли в целом. Ну, первое, что мы можем сказать, это непосредственное наблюдение, сопоставление разных снимков друг с другом. Все, наверное, слышали про такую проблему, как повеление Арала, Аральское море. В общем, вполне себе такое море-озеро, которое к 1987 году несколько обмерело, а вот этот вот снимок Google Earth, в общем, 2013 год. Морь-то где? Нет? Да, причем это я снимал с... Да, ладно, это... Правильно, я снимал это в позапрошлом году, съемка в 2013 году. То есть, даже простые визуальные наблюдения могут многое сказать о мониторинге, скажем, современной экологической обстановке. Кстати, если говорить сейчас о экологической обстановке, пожары Дельта-Волги в 2012 год, а, нет, 2011, извините, 2011 год. Ярко-красными пятнами, за счет выделения инфракрасного канала, видны те места, в которых пожары идут непосредственно на момент съемки. Более того, темно-бурыми пятнами показаны места, которые уже выгорели. Все. То есть, понятно, куда ехать, тушить, и куда уже можно не ехать. Там уже все потом. Или там уже все сгорело. Кроме того, ну, это понятно. Причем, вот этот мониторинг проводится силами МЧС с тех пор постоянно. Вплоть до того, что у меня один товарищ Шатурин из Литяги говорит, нужно будет какой-то космический снимок. Ты там пожар разожги и полуешь. Сразу же, моментально, вот на стол положил просто вот с холодом. Понятно, что мы такого не делаем, но так. Вот. Кроме того, 2011, опять-таки, вот вспышка жука-караеда в Подмосковье. Вот здесь, это кусок Подмосковья, неважно какой, в лесах видны темно-бурые пятна. Это как раз те самые зараженные участки. И если раньше это нужно было в леснику ходить и проверять, то вот с помощью, опять-таки, различных, ну, по лесным массивам они, в общем, вполне читаются. Кроме того, опять-таки, 2011 год, техногенная катастрофа Фукусимы. Вот это, вот это вот, это энергоблоки, то есть самые атомные станции, вот они, 4 штуки, типа, вот они стоят. Ну, понятно, да, куда соваться лишний раз не стоит. Причем, здесь тот самый, да, здесь спутник WorldView с пространственным решением 40 см на пиццу. То есть, можно оценить степень разрушительного воздействия, не посылая туда людей. Но, кроме того, еще один очень характерный пример именно экологических исследований – нефтяные разливы. В частности, Ханты-Мансийский автономный обрук, мамонтовское месторожение, довольно известное. В чем коварство вот этой штуки, нефтяного разлива? Тундра покрыта мхом, под мхом нефть, и зачастую вот этих нефтяных разливов не видно даже с метра. То есть, пока ты туда вот не наступишь или чем-нибудь не ткнешь, непонятно, есть нефтяный разлив, нет нефтяного разлива, как, что, где. Опять-таки, с помощью комплексирования разных каналов можно получить по разнице, ну, по сути, отражающей способности места с сиреневым цветом показаны места тех самых разливов нефти. Причем, чем гуще вот этот сиреневый цвет, тем больше там, началось, разлито нефть. Кроме того, кроме того, ну, я вот уже так, можно сказать, алой верды следующему докладчику, у вулкана Гавайской острова цвета синтезированы, это неестественные цвета, хотя здесь видно, что это оптический диапазон, что белая это облачка, которая прикрывает Гавайский архипеллар частично. Так вот, видны отдельные лавовые потоки, больше того, разным цветом показаны лавовые потоки разного возраста даже. Вот, я подробно здесь останавливаться не буду, я бы так для примера просто показал. Но самое интересное даже не в этом, а в том, что отдельные линейные структуры, которые можно найти на топокартах, на космических снимках, дают нам возможность построить, скажем, блоковое строение территории, ну, в частности, вот здесь вот приведена блоковая схема Хибинского щелочного массива, вот, и по разнице в цветовой заливке, собственно, с максимальными градиентами, области наибольшего геологического риска, если так можно сказать, то есть на исходах, скажем, лавинной опасности, оползневой опасности, опальной опасности, ну, и так далее. Так вот, в Хибинах на настоящий момент существует два разрабатывательства месторождения минерального сырья, одно из которых находится вот здесь, вот примерно в этом месте, а другое примерно вот в этом месте. Да, я не собираюсь, по-моему, там лет пять назад закладывать следующую карьеру вот тут, а нет, извините, нет, вот там, вот в этом месте, да, шо ж такое, да, вот в этом месте. В общем, даже это позволяет нам делать выводы. Более того, уже давно, довольно, еще в начале 2000-х годов была сделана работа, скажем, по линейоментной тектонике города Москвы. Вот исходный космический снимок, вот линейоментная схема, которую сделала наша тогда еще студентка, сейчас уже выпускница, где выделены зоны, которые соответствуют глубинным разломам в фундаменте плиты под нами, до, скажем, вот окончания вот этой вот, вот этой зоны, это северный порт так называемого подмосковного алкогена. Вот эта вот система, да, вот еще, в общем, три системы крупных разрывных нарушений, которые в фундаменте есть. Ну, казалось бы, мы живем на одной из наиболее твердых и вообще стабильных участков. А ну нет, если мы сравним ту же самую схему со схемой землетрясений, в том числе и техногенных, как видите, крыльяция довольно уверенная. Больше того, ее сравнивали потом еще со схемой техногенных аварий, со схемой экологического загрязнения. Оно до сих пор соответствует. Кроме того, последний пример о землетрясениях. Козлийская узловая структура с помощью, да, это вот шахтерский, ну, не шахтерский, точнее, газовый поселок, вот в самом центре пустыни фактически, то есть кроме песка там даже с самолета ничего не видно. Однако, после проведения линеаментного анализа, выяснилось, что видная структура сидит в узлах, в узле из трех крупных разломов земной коры. И, после того, как начали разрабатывать газовые месторождения, которые там находятся, внезапно, неожиданно, ни для кого, два крупнейших землетрясения в 76-м и 84-м году. Из ничего, казалось бы, из стабильных условий. Оказалось, что как только разгрузили, выключили часть газа, изменились напряженные условия внутри земной коры, и сначала одно землетрясение, когда стали газы качать по вторым, опять изменили, другое, значит, землетрясение. В итоге поменяли схему разработки, и с тех пор там землетрясений не было, хотя месторождение функционирует до сих пор. Ну, вот так вкратце, это, наверное, все, что я хотел сказать. Причем здесь далеко не все возможные варианты исследования земли из космоса показаны, ну, так, для, можно сказать, общего ознакомления. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует...